Слова Христа Это очень важный момент в жизни апостолов. Некоторые евангелисты связывают именно этот эпизод с моментом их призвания. Именно в этот момент Христос их позовет стать своими учениками, последовать за ним. И мы видим, как Господь в этот день находится на берегу моря, в окружении толпы, и эта толпа его теснит со всех сторон. Нечто подобное повторяется несколько раз в повествованиях, особенно о первых месяцах его служения. Евангелист Марк буквально говорит, что толпа вот-вот его может раздавить, и поэтому он просит учеников держать на готове для него лодку, чтобы он мог отплыть от берега. Вот именно поэтому в похожей ситуации Господь, оказавшись уже оттесненным к воде, вынужден сесть в лодку для того, чтобы отплыть от берега и продолжать свою проповедь. Это не потому, что он хочет убежать от толпы, в какой-то другой момент он действительно с помощью лодки обращается в бегство, он убегает от народа, который преследует его, но здесь он хочет их учить. И вот здесь возникает замечательный образ. Для того, чтобы действительно произнести некие слова по учению, для того, чтобы быть услышанным, необходима некоторая дистанция, некоторое расстояние, для того, чтобы не произошло какого-то слияния, погружения, для того, чтобы оставаться лицом к лицу, необходимо расстояние. Поэтому выразительный жест того, как Господь отплывает от берега, нас учит тому, чтобы быть услышанным, нужна необходимая дистанция. В Евангелии от Луки эти слова «отплыви на глубину» являются таким переходным моментом, и они оказывают на читателя очень сильное воздействие, как будто происходит некий разрыв. Нужно действительно отдалиться от толпы, для того, чтобы произошло нечто чрезвычайно важное, для того, чтобы Бог вмешался в твою жизнь, и произошло какое-то важное открытие. И здесь есть четыре момента. Прежде всего, мы видим рыбаков, которые тяжело трудились всю ночь и ничего не поймали, и разочарованные они подплывают к берегу, нам нетрудно представить их душевное состояние, мы легко можем представить себя на их месте и перенести это настроение на привычные нам обстоятельства жизни. В каких-то других жизненных обстоятельствах мы испытываем то же самое разочарование, фрустрации, обманутые надежды. И поэтому слова Христа звучат именно в этой обстановке разочарования. Более того, они как будто заставляют людей расстаться с их уверенностью. Существует какая-то ложная очевидность, ложная уверенность, ложный здравый смысл. Считают, что совершенно бессмысленно все начинать сначала. Уж кто-кто, а Петр прекрасно владеет своим ремеслом, и он знает, что если в течение ночи ты ничего не поймал, то утром уже поздно забрасывать сети, разве только что посмешить толпу. Но тем не менее Христос ему говорит, закидывайте сети. И Петр говорит, хорошо, я закину сети по слову твоему. Но этого слова Христа становится достаточным для того, чтобы реальность изменилась радикально. В наших с вами обстоятельствах может быть нечто подобное поможет в тот момент, когда нам нужно с кем-то помириться. Может быть мы сто раз пытались с кем-то помириться, восстановить добрые отношения, и это не удавалось. Но это не означает, что если в 101-й раз Христос тебе скажет, иди, давай, вперед, пробуй. Это означает, что нужно попробовать, и если не на 101-й, то на 102-й раз наверняка это может исполниться. Главное, чтобы это был именно голос Христа и его повеление. Единственный способ убедиться в том, что это имело смысл, это еще и еще раз предпринять новые попытки и усилия. Итак, первый вывод. Даже долгий, изнурительный ночной труд, который оказался бесполезным, совсем не факт, что он не требует от нас дальнейших усилий. Если мы не предпримем новые усилия, то и чудо не произойдет. Второе указание – это, конечно, образ толпы, из-за которой все здесь начинается. Сначала Христос как будто поворачивается к ней спиной, отступает шаг назад, забирается в лодку Симона, чтобы в действительности иметь возможность с новой силой и с новой убедительностью опять обратиться к этой толпе. На первый взгляд возникает подозрение, что Христос хочет с ними расстаться. Но здесь возникает удивительная игра образов и слов в Евангелии. С одной стороны, Христос расстаться пытается с толпой, для этого идет вперед в лодку Петра. Но это слово «вперед» в греческом языке с немножко другой приставкой употребляется в другом значении. «Они вытащили лодки на берег и последовали за Иисусом». Другими словами, что это движение «вперед» включает в себя то, что будет время для того, чтобы идти вперед по земле, по воде, для людей, для апостолов, которые последуют за ним. И новый выход в море всегда предполагает то, что нужно что-то оставить у себя за спиной для того, чтобы идти вперед, отплыви на глубину вперед. Третий момент связан с теми замечаниями, которые мы встречаем у евангелиста Луки. Когда он закончил говорить, когда Христос заканчивает произносить слова наставления, обращаясь к толпе, он отдает приказания своим ученикам, и они переходят к другому виду деятельности. Таким образом, здесь есть очень важная мудрость. Будет момент, когда нужно положить конец разговорам, размышлениям, теории, для того, чтобы перейти к действию. И очень важно знать именно правильный момент, когда должна произойти эта перемена, этот переход. Именно понимание того момента, когда нужно перейти от слов к действию, является ключевым условием к любому успеху. Это впечатляет, например, в эпизоде в Вифании, когда Мария сидит у ног Христа, и она предпочитает оставаться у его ног и не заниматься никакой другой деятельностью. И действительно, Христос говорит, она избрала лучшую часть. И здесь он прерывает свои слова наставлений, прерывает эту лучшую часть, которой удостоена толпа ради чего? Ради какого-то другого жеста. И здесь великие святые нам тоже преподносят урок мудрости. Если пока мы с вами разговариваем даже о чем-то очень важном, созерцательном, богословском, божественном, вдруг кто-то вас позовет на помощь, например, помочь на кухне, то немедленно нужно идти и ответить на этот зов о помощи. Так что Христос этими словами, когда он говорит апостолу Петру, забрось опять свои сети, он как будто навязывает себя. И здесь другой, четвертый, очень важный урок, это урок послушания. Симон, Петр, прекрасно знает свое ремесло, и он бы мог сказать своему учителю, «Учитель, ты прекрасно знаешь божественные истины, но мой земной труд, мое ремесло, я знаю лучше тебя, поэтому позволь поступать мне так, как велит моя мудрость, мое знание», но способность Симона все-таки поступить по тому слову, которое он слышит, оказать такое послушание, делает возможным такое чудо. И, может быть, самое таинственное во всем этом, конечно, образ глубины, потому что «отойди вперед, продвигайся туда, где воды глубже» это такой удивительный образ, удивительная метафора, которая имеет очень много значений в нашей речи и в нашем воображении. Но в Евангелии Христос не говорит о глубинной психологии, потому что наша мысль в 21 веке, конечно, легко переключается на психологическую проблематику, на какие-то образы глубины в наших мыслях, в нашей повседневной жизни, в нашем восприятии реальности. Но здесь очень важно понимать, что речь идет о географической конфигурации Галилейского моря. Христос не занимается глубинной психологией, Он здесь говорит о рыбалке. Но, тем не менее, этот образ глубины остается очень красноречивым. От того, что мы привыкли это слово употреблять налево и направо, иногда не задумываясь о его смысле, стоит прислушаться к тому значению, которое оно имеет в устах Христа. Продвигайтесь вперед туда, где воды глубже. Это означает, что нужно всегда быть готовым предпринять какое-то новое усилие, новый поиск, новое исследование, отправиться в путь. Но самое главное – взять с собой в лодку самого Христа. Именно Он нам укажет в нужный момент, куда нужно бросить сети, для того, чтобы мы смогли вытянуть нечто на поверхность, а что мы с вами увидим потом. Но самая главная мудрость здесь – это, конечно, образ глубины, не просто какой-то абстрактной, метафорической, романтической глубины, например, глубины моря или глубины наших мыслей. Это прежде всего образ той глубины, когда рядом с нами оказывается Бог, и когда Он рядом с нами действует нашими руками, нашими мыслями, когда Он совершает нечто новое в нашей жизни и помогает по-настоящему продвигаться вперед, изменяясь к лучшему. На портале xg.ru с вами был Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.